Ну и с Василием Крапчуновым я давно знаком, и вообще образовательные семины всякие разные участвую, и на Томской заставе был, но если кто в курсе, да, тут представляюсь немножко. Должен я говорить о сказках. Ну тут сложная аудитория, почему? Потому что некоторые что-то уже от меня слышали, некоторые нет. Поэтому, мы потеряли 10 минут, я еще 30 секунд потеряю на вступительное слово. Поэтому и в некотором таком недоумении. Но что бы я хотел повторить, то что всегда говорю, и наверное и сейчас скажу. Дело в том, что существуют некоторые вещи очень простые. Они всем известны, абсолютно всем известны. Мы с этим живем, но не знаем, не понимаем всей глубины смысла этих вещей. И не понимаем, не знаем, не понимаем, поэтому не знаем всего того значения, которое действительно они имеют для нас. Но это нам не дано. И поэтому у меня есть традиционный вопрос, который я задаю уже, наверное, лет 25, когда говорю о сказках. Вот, видите, какая штука. В сказке это очень важный, важнейший, я бы сказал, элемент культуры. В культуре вообще все достаточно интересно. В культуре. Самое важное, самое простое, это самое какое? Непонятное. Непонятное. И мы относимся к этому, самому важному, очень часто легкомысленным. Но если культура сильная, и пока культура сильная, она все-таки до каждого это важное доводит. Чего она не делает, она не способна на каком-то этапе. Да? Теперь уже для вас этого не слышали. На каком-то этапе она не способна доводить до каждого. Пока работает, пока работает, пока до каждого доводит, понимаете, да? Все нормально. Но как только происходит какой-то вот этот переход в другое состояние, она не доводит уже до каждого. И тогда она разваливается вообще. И вот я понимаю вот что. Первое, что я имею в виду. Сейчас как раз такой момент, когда перестает воспроизведение вот этих смыслов происходить. Объясню. Ну, например, а теперь вот мой коронный вопрос. Кто мне скажет, ну те, которые знаете, пусть молчат, конечно. Что такое колобок? Сказку колобок все знаем? Да. Все ли мы знаем сказку колобок? Точно? Все. Перескази. Точно, да? Точно. А? В каком-то смысле. Знаем. Что такое колобок? Что-то круглое. Что-то круглое. Это шар из теста испеченного. Шар из теста испеченного. Шарик, да? Шарик? Да. Шарик? Потому что символ какой. Символ самка. Символ? Ну, вообще, по идее, он не может быть шаром. Минуточку. Насчет колобка. Зашел я в интернет. Вчера. В очередной раз. Вбил одно слово. Сказка. И сразу выскочило несколько сказок. И в том числе сказка колобок. Значит, открываю сайт сказка колобок. Читаю. Просит он. Просит. Испеки мне колобок. Так муки же нет. А ты по... По коробу поскреби. По сусеку помети. Правильно, да? Правильно или нет? Если бы. Там пара или как? Если бы. Нет. Стоп. Если бы, да. Помети. Наскребла. Намела. Старуха. Две горсти, да? И изжарила колобок. Нет. В масле изжарила. Ну понятно, да? Я простой человек. Я сразу не понимаю. У меня жена есть. Извините. Так она должна была испечь. А она изжарила в масле. Если колобок это некоторый шар, то как его изжарить можно? Я понятно говорю? Вы представили, как его на сковородке изжарить в масле, если это шар? Правильно, да? Так нет, снова. Понимаете, да? Вот я прочитал сказку. Понимаете, что не суразится? Женщина, я правильно говорю, что не суразится? Сказано испеки. Все читают. И все нормально. Ну первое самое главное. Надо учиться читать. Вывод для вас, правда, да? Ведь вы откроете и прочитаете. Вы так увидите, как я сейчас вам рассказал. А там так и написано. А потом отправили этот колобок остывать куда? На окно. На окно. А он там отдыхал, отдыхал, а потом что сделал? Спрыгнул. Куда спрыгнул? На лавку. С лавки на пол. Странно. И он на окно остывает. Зачем на лавку и на пол, когда он на окне? А потом в дверь, на дорожку и убежал. Ладно. Я под большим впечатлением, под большим впечатлением от этой сказки. Я открываю следующий сайт и читаю. Жили-были дед старухой. И дед говорит, спеки мне колобок. И она пошла, по амбару помела, по сусекам поскребла. Я стал думать, так все-таки там амбар или сусеки? По сусекам скребут или метут? Я правильно спрашиваю? А? Да, да. Первый вывод. Вот в современном состоянии интернет это что-то вроде древнего, очень древнего, очень безобразного мифа. Где в кучу свалено, понимаете, смысла нет. Я так говорю, да? Потому что и так, и так, и так, и так, и так. А теперь, кто написал эту сказку колобок? Правильный вопрос, да? И кто же написал эту, всю эту несуразницу? Правда, неожиданно рассказки рассказывал? Понимаете, что так нельзя сказки рассказывать? Это не я. Нельзя так, а там рассказывать. Кто сказку-то написал? Народ. Народ? Кто сказал? Вы сказали, да, народ. Вот собрался народ, весь народ, и написал одной большой рукой. Кто сказку написал? Подстройку, в очередь. Громче. Толстой записал. Он записал. Он... 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 Нет. Объясните. Понимаете. Объясните слово «записал». Он за кем-то записал. За кем? За народом, да? За народом. Кто сказку написал? Бабушки. Бабушки написали. Хорошо. Кому сказку написали бабушки? Детям. Детям. Вот дедушки, бабушки, записали или написали? написали. Сказки пишут? Передают. Сказки пишут? Нет. Кто их придумывает? Зачем? Здравствуйте. Зачем людям сказки? Занять детей. Передать детей. Все понятно. Другие варианты есть? Андрей, другой вариант. Никита, есть? Кому нужны сказки? Раньше телевизора не было, поэтому сказки есть, это было формой. И вот на сон грядущий, да, пострашнее, да, и от ужаса всей в избе сразу засыпает. Я правильно говорю? Неправильно. Сразу мораль какая, сильная мораль. Зная, мы что? Не знаем. Правильно говорю? Мое любимое слово. Зная, не знаем. Что такое колобок? Нет. Понимаете, да? Вот все знаем колобок сказку? Все знаем. Блин. Колобок это блин. Конечно, если его изжарить на сковородке в масле, это блин. Но там колобок, а колобок он... Подождите-ка, подождите-ка, снова. Почему колобок точно не блин? Ну, я уже покатился, подождите. Нет. Да, ну, например, он... Две горсти муки. Две горсти муки. Нет. Почему колобок... Минучку. Очень серьезный вопрос. Почему? Я серьезно спрашиваю. Почему колобок не блин? Что такое колобок? Само слово. Коло. 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 Это солнце. Коло. Круглый гол. Коло. Ну, шар. Или диск. Мы же солнце видим волком, то есть одним только... Как диск мы его видим. Хорошо. И блин покатился по дорожке. Ну, конечно. Блин покатился. Вы представили, блин катится. Он очень устойчивый, блин. Нет, блин. Вы блин и пекли? Конечно. Если толстый блин, то он покатился на ребро. Это ж какой-то очень ли должен быть блин, чтобы он покатился. Там две горсти муки. Уже оладушек. Если у вас не блин, это монетка. А монетка бывает так, то он очень ли тоже может катиться, если он будет очень сыпой. Такого еще и высушить надо для этого. В сказке этого нет. В сказке этого нет. Его поставили с учет сына. Ну ладно, минуточку. Ну, я тут должен буду говорить еще, да, в следующий раз, послезавтра. Поэтому вот такое у меня некоторое начало. Обычно такое всегда бывает. Так вот, что надо сказать, конечно. Первое. В сказке никто не выдумывает. Так, да? В сказке выдумывать нельзя. Ни на каких особых событиях сказки не основывается. Теперь другой вопрос. О чем мы говорим? Вообще, о чем мы говорим? Мы о чем говорим? О сказках. О сказках. Снова. О чем мы говорим? А в смысле сказки? О каких сказках? О каких сказках? Да. Так что-то понятно. Есть разные, вот это надо отметить. Есть разные сказки. То есть некоторые сказки совсем не сказки. Есть слово сказка. У этого слова сказка очень разные значения. Совершенно разные. Есть сказки авторские. Кто пишет сказки? Андерсон? Или нет? Пушкин. Алекс. Был такой, знаете, Божок. Серебряный копыт. Павел Божок. Божок. Я правильно говорю? Итак, есть сказки, которые авторские. Я их не имею в виду. Не об этом идет речь. Я говорю, очевидно, понимаете, о каких-то других сказках. Или нет? Так, да? Второй момент. Что интересно? Это первое. Значит, есть сказки. И тут надо для вас, говорю, я не могу, я не успею за два дня все рассказать. Но первое, что надо запоминать. Есть сказки и сказки. И некоторые сказки, они совсем не наши сказки. То есть это что-то совсем другое. И вот в других этих сказках, в авторских, там может быть самый безумный, дурной вымысел, какой угодно. Любая фантастика, все что угодно. Теперь в сказках, в наших сказках, вымысла нет. Они не придумываются. Последний раз, для меня последний раз, когда писались очень сильные и мощные сказки, о чем вы не знаете, а я знаю, я читал немного. Мне это сильно впечатлило. Когда? В 17 веке. Ну, вы знаете, от города Томска до Тихого океана землепроходцы прошли за 40 лет. Слышали, может быть? И всю эту громадную территорию, от Томска, с 604 года, да, и еще раз 40 лет, вся эта территория, от Томска до Тихого океана, первый, кто вышел к Тихому океану, Коконское море, был Москвин. Слышали, может быть? Казак из Томска. И к этому моменту поставили под контроль весь северо-восток Евразии. Остроги поставили, практически безоружные, очень тяжело шли. Они очень тяжело шли, очень мало воевали при этом, практически, и очень много умирали от голода, от болезни. Я специально читал, когда. Нормально? И обязательно в этих отрядах, в этих латагах были грамотные люди. Там обычно были казаки, там были кострицы, да, обязательно. И там были грамотные люди. Они должны были писать все очень точно, что видели на своем пути. Так или нет? Почему? А потом обязательно и строго, это было строжайшее движение. Это обязательно делалось. И умирая, кто-то доходил, он приносил. Что они писали? Что они должны были писать? Они писали сказки. Но поскольку за ним должны были идти другие, они не имели права ничего, что писать не истинно. Я понятно говорю? Они за это жизнями платили. И за ними другие должны были идти. Они должны были идти легче и проще. В сказке без ЗС сказка. И вот эти вот те наши... И тот же Москвин, который приходил. И последующие. Они писали сказки. В архивах Москвы это все есть. Это вообще, говоря, даже в интернете можно найти, если поискать. Это можно даже прочитать. Там... Это очень сильно впечатляет. Стремление купца Афанасьева за моря это сказка, да? Афанасья Никитина. Да, Афанасья Никитина. Хожение за три моря. Да, за три моря. Нет, это другой жанр. Это другой жанр. Это не сказка. Он тоже писал как вот... Наблюдение, это немножко по-другому. В Древней Руси были все же... Это правда. Литература была достаточно развита, жанры были разные. А это вот такая... Они писали сказки. И здесь должно было быть все очень точно. Хорошо про сказки, да? Теперь сказки. Вот эти вот древнейшие сказки. Первое, что надо сказать, наверное, в следующий раз буду говорить. С чем же связаны сказки, откуда они взялись? Сказки связаны с мифами. Итак, корень сказок мифологии. Сейчас впечатляет. То есть поначалу сказок нет. Поначалу есть миф. Миф... Древнейшее значение слова миф. Это слово. Ну, в древнегречески взять одно из значений. Слово миф. Слово. Но слово какое? Слабоупорядоченное. Ну вот миф он такой. И миф всегда, то ли... Миф это слабоупорядоченная система. Но система достаточно всегда сложная. И у каждого сильного народа, с сильной, великой культурой, мифология исключительно сильная, очень здорово представлена, очень прописана, с громадными смыслами, в конце концов, для всего человеческого. Например, индийская, которая до сих пор очень, да, велика. Во-первых... Что, плохо слышно? Ну да, надо было. Но сейчас уже нет. Спасибо, да. Спасибо, я понял, буду пользоваться. Но не люблю. Так вот, что я сказал. В Индии, например, те же самые древнегреческие мифы, которые мы все прекрасно знаем. Но в определенный момент на смену мифа приходит сказка. Когда? Вот когда миф, мифологическая система по каким-то причинам, она что? Разваливается. рассыпается. Может, не доедается. А? Не доедается. Все перестают ему верить. Не слышу. Все перестают верить в мир. Да. Вот нечто такое происходит, и тогда разваливается. Я так представляю, это большая такая фреска громадная, многослойная. Миф сложная, многоцветная, да, очень внутренне противоречивая, многокрасочная фреска. Многослойная. И она вдруг начинает что? Разваливается. И она падает. И обломки остаются. Какие-то фрагменты остаются. Как я говорю, иногда осколки разбиты в гребезе. И вот эти обломки тогда остаются что? Сказками. Так была когда-то в древности мифология. Мы ее что? Не знаем. Кто знает древнерусскую мифологию? Она была? Вы хоть раз слышали? Русская мифология? Русских и не было. Славянская? Да. Ну, была? Это разрозненные племена. Была, да? Да вряд ли. Племена разные были. Единой не было. Ну, вы можете что-нибудь о ней сказать? Хоть что-нибудь? Древнегреческую знаете? Да. Можете назвать древнегреческих героев? Да. Это было, извините, там, три-четыре тысячи лет назад. А что вы можете сказать о древних этих славянских героях? Хотя бы одно имя. Илья Муровец. Ну, стоп, тишина, тишина, тишина. Илья Муровец, прошу прощения, это были Нейбасы. Это не Нейбасы. Я вообще хотел бы, может быть, удастся, вообще должен был бы сказать про юморомцы, извините. Они до сих пор на заставе стоят, который Владимир Красное Солнышко реальный князь поставил. Правильно я говорю? Вместе с Добрыней. И Добрыня это вообще историческое лицо. Знаете, да? Да. Ну? А здесь другое. Миф это нечто такое, предшествующее религии. Миф. И это совершенно другая реальность, чем здесь. Да? Ну, опять же, мне кажется, немного некорректно, то есть, как спрашивают, потому что мы живем на охотничестве в территории бывшего Советского Союза, а там, соответственно, было определенное, ну, свое воспитание, вектор развития. И поэтому, то есть, ну, сейчас многие не могут этого сказать, потому что это не закладывается. Чего? Чего? По мифологии. То есть, даже если она была... А, нет, я понимаю, нет, 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 не согласен. Сейчас, минуточка, я скажу. Не-нет, я скажу. Не согласен. Баба-яга. Что Баба-яга? Это кто? Герой? А вот неизвестно. А, кто? Хорошо. Мой второй вопрос. Первый мой коронный вопрос это, кто такой Колобок или что такое Колобок? Теперь вопрос. Что такое Баба-яга? Веден. Минчика. Кто сказал Веден? Собирательный образ. Минчика. А, еще изумительнее. Собирательный, да? Нос крючком, нога костяна, собирательный. Очень сильно разнообразно собирательный. Это какая-то страшилка для детей. Страшилка для детей. Минчика, не-не-не. Что такое Баба-яга? Не отвечай. Нет, конечно, не так. Что меня сбили-то? О чем говорил? Про героев славянских. Нет. Если они славянские слои. Про мифологию. Про мифологию, да. Миф происшествий в религии. Да, да, да. И вот, когда наступает время религии, тогда, ну что, он как бы замещается. Как это произошло? Кто мы говорили как раз о славянской мифологии? И что делать? Мы знаем древнегреческую мифологию. И вопрос был о школе. Вот, мы вспомнили. Мы восстановили ситуацию. В советской школе и в 70-е, 80-е годы, в 5-м или 6-м классе в обязательном порядке была тема, посвященная мифу и сказкам. Однозначно. И всегда. И всегда почему-то эта тема рассматривалась на примере древней Греции, даже древней Индии можно было, да. А говорить трудно о славянской мифологии, потому что, а где вы о ней вообще тогда? Вы когда-нибудь встречали, помимо школы, хоть где-нибудь, хоть один славянский миф, вы знаете? Ну, хоть один русский миф. Нет. Это былины эпоса, вообще оттуда. Это не совсем то. Потому что за былинами всё-таки некоторая память о реальных событиях. А здесь сакральное, здесь священное некоторое знание. Это другое дело. Всё-таки, как мне представляете. Вот в виде сказок они существуют? Нет. Это, понимаете, вы опять-таки говорите сказкой, навешиваете на совершенно другие значения. А я-то говорю, что природа сказки, природа сказки, она из мифа, понимаете? Да, нет. А там, понимаете, там всё-таки священные некоторые смыслы должны быть. Ещё языческие. Ещё языческие. Понять не становится? Да. Ну, насчёт того, что говорили, это точно говорили. Теперь, в Древней Греции мифология была? Да. Мифы знаете? Да. Много? Очень. Ну, понимаете, сразу контраст. У нас нет, там есть. Сейчас. А хоть одну сказку древнегреческую можете рассказать? Нет. А там сказки были? Вы уже понимали. Вот, а... И вот, очевидно, разница-то в чём? Разница в том, что очевидно, да, наверное, конечно, но ситуация другая. Поскольку, поскольку ещё в Древней Элладе, в Древней Элладе, такими людьми, как Гомера Гесёт, потом особенно Гесёт, наверное, эта система была надёжна, достаточно зафиксирована, а потом удерживалась эллинская, древнеэллинская культура на протяжении важнейших веков, да, классических веков, в шестой, пятый, четвёртый, то говорить о сказках не приходится нам, мифологическая система дана в блестящем таком варианте, и в высокохудожественном, а в конце концов через Платона и в глубоко философском. Понимаете разницу? А поскольку, поскольку у нас этого не было, у нас остались что? Сказки. Что-то понять не говорю? Первый момент. Да. Так всё-таки, истинно, ну, была ли у нас мифология или не была? Была. Конечно. У нас у кого? У русских. Ну, русской цивилизации. Насколько я понимаю, насколько я понимаю, русский этнос, как этнос, начинает формироваться русский этнос в 14 веке. Понимаете? И в это время у нас уже, вроде бы, как христианство и двоеверие. И поэтому уже мифология, как мифология, это позавчерашний день для 14 века. Можно говорить, ведь и нужно говорить в данном случае именно о славянской и прославянской мифологии. Прославянская это мифология, которая, очевидно, да, возникает когда-то, когда отдельных славянских этносов племён не было. Было время, когда славян не было. И тогда мы должны говорить, в конце концов, очевидно, о некоторой древней индоевропейской древности. Индоевропейской. И корни наших вот этих осколочков некоторых мифологических, и, как по нему, тот же колобок, он ещё из индоевропейской, дославянской, доевропейской, чем и до древности. Нормально? То есть колобок это очень большая древность. Очевидно. Вот, что я хотел бы сказать. Следующий момент. Ну, может быть, я к этому ещё вернусь. Момент. Я надеюсь, вы как-то тут фиксируете. Да, да? А, да, извините, я видел, но не отреагировал. То есть, судя по вашим словам, мифология притерсит религии, да? Как вы уже говорите. Сейчас, я сейчас скажу. Ну, я так понимаю. Ну, много литератур, много текстов по этому поводу написано. Много. Отношения между мифом и сказкой. Много. Религия, миф и вот эта первобытная религия. Много написано. Тоже понимаете, да? Из-за шутка религии. Так же, как со сказкой. Понимаете, что такое религия? Исходя из того, на какой точке, на какой точке будете стоять зрение, да, по этому поводу, у вас будет разный ответ. Я понятно говорю? Ну, как же? Я понимаю, что религия нарушает вот на примере той же древней генции есть песни. Да, да, да. Вот. И получается вот та же древнегреческая мифология. И на, по поводу истории нашей же культуры русской, да, религия, конечно, разрушила славянскую мифологию. Но для древнегреческой мифологии упоминается же мир, и цель богов. У кого? У греков. Да. Да. Там все равно писать мифология, она разрушается под действием единоборной линии? Я понимаю, да. Нет, немножко. Если брать эллинскую, то не так. Ну, немножко вводящий в сторону вопрос. Я не хотел бы особенно говорить о мифе, но раз задали, давайте я отвечу. Дело в том, что сами эллины очень рано, и не первые, но очень сильный этнос, народ, который почувствовал несостоятельных своих богов. хотя в 8-7 веке они создают свои эти шедевры системы мифологические. Тот же десет, очевидно, либо начало 7-го, либо конец 8-го века. Десет. Но уже в 6-м веке первый Ксенопан, он говорит о том, что, ну, это не боги. Понимаете, да? А еще монотеизма нет. И это еще надо к этому прийти. А он уже понимает, что если это боги, то это страшно. Ну, это как? Ну, как? Еще конец 6-го века. Конец 6-го века. А потом уже первый Парменид, и потом Платон, и Сократ. Сократа за что же казнили? За то, что он отказался от своих отеческих богов в пользу единого бога некоторого. Так, да? А? Правильно? Ну, да. У него было 2-2 обвинения Сократу, и оба были обоснованы. Потому что оба это было. Вот такая штука. Но теперь последнее, что я хотел бы сказать, тоже таким пунктиром, чтобы тоже было понятно. А поскольку знание это было очень священным, то оно священным, то оно сразу никогда не давалось. Оно давалось постепенно. Надо было посвящаться. И для этого были некоторые ступени. Поэтому только устно и только долго. Тоже понятно? И поэтому что? И поэтому исключительно точно. Вот как с нашими первопроходцами. Если они прошли маршрут, то все идеально точно воспроизводится. Ни одно слово не может быть заменено ни на какое другое. Даже слова местами переставлены быть не могут. В мифах. Если обратиться к практике брахманов в Индии, очень связанно берем по теме точно говорю, да, брахманов. Вот сидят ученики брахмачарины и что делают? Они наизусть учат. Правильно говорю? И все строго, не дай Бог хотя бы что-то там перепутать. Потому что слово это дело напрямую. И то, что вы говорите, вы тем самым влияете на весь мир. Весь мир, на космос. Это очень ответственно. Если вы говорите по делу всерьез не ерунду, а по делу, все, точка. Еще немножко об этом скажу. Поэтому ничего перевирать нельзя. Вот такая вещь. А мы все равно перевираем. Нельзя миф передавать иначе как-то. Его надо передавать единообразно. Я вчера открыл сайт с колобком и вдруг увидел, что там, как говорила моя мама, черпишь то и сбоку бантик. Плохо дело, ребята. Так кто же написал, кто автор этого варианта? Ну, там ссылается на Алексея Николаевича Толстого. Якобы это его вариант. Это возможно, конечно. Поэтому тот вопрос, который я сегодня начинаю, затрагиваю так, немножко так, фрагментарно, как в них и должно быть. Он очень глубокий, очень разветвленный и я думаю, что для нынешней нашей культуры очень важен. Ну, теперь так, когда же очевидно возникает эта мифология? Мифология сразу возникает в глубочайшей древности и мифология это сколь возможно точное представление о мире и сколь возможно точное действие в этом мире. И первоначально все то, что человек делает, это и есть мир. Культура тождественного мира. Культура тождественного мира. Я это очень давно. И поэтому первые сказки, которые мы знаем, какие сказки? Во времени какие сказки? Сказки о животных. Правильно я говорю? Вторые сказки, которые мы в 5-6 классе говорят. Вторые сказки какие? Волшебные. Волшебные. Слышали такое деление? Что интересно, кто у нас персонажи этих сказок? А персонажи примерно одни и те же. Не совсем, но все-таки одни и те же. Во-первых, главный персонаж русских сказок это лес или нет? А? Большей частью все связано именно с лесом. А в оппозиции к лесу стоит дом, изба. Изба. Так? И в этой избе, конечно, вот человек. Такая главная, я бы сказал, оппозиция. Но раз есть лес и раз есть деревня, раз есть изба, то есть животные. И поэтому всегда лес связан с тем животным миром, которым, ну, животным миром, которые в этом лесу живут. А в разных лесах животные разные. Поэтому я с другой стороны хочу сказать, сказки это прекрасный в том числе исторический источник. Они нам показывают на нашу очень глубокую давнюю-давнюю древность. Что здесь парадоксально? Уже парадоксально. Из моих слов, вот сейчас вы должны были вот по-хорошему, как слушать надо. Вы должны бы меня спросить, Кирилл Николаевич, как же так? Если мы берем сказку Колобок, то в Колобке кто? Медведь, волк, леса, так или нет? Заяц. Это, вообще говоря, лесная, даже отчасти может быть таежная зона. Ну, то есть сильно такая лесная зона. Правильно я говорю? А? А как же индоевропейская древность? Не клеится. Угу. Индоиранская даже. Не клеится. Угу. Стало быть, что? Ну, я должен предположить, что язык был немножко другой, и, наверное, все-таки природная среда была другая. Да? Но, тем не менее, что интересно, как мне кажется, про сказку, про сказки древнейшей сказки. Так, сказки о животных. Первое, что я бы сказал. Сказки о животных какие самые знаменитые у нас? Волк и Кемеракорзят. Репка. А животных? Машенька и медведь. Машенька и медведь. Но не теремок, да, Машенька и медведь. Потом, что еще? Три медведя. Так, нет? Что интересно, вот я в конце концов, что вижу главное вот в этих русских сказках, где у нас Машенька и где медведь. Во всех этих сказках, смотрите, через тысячи лет они прошли, это очень большая древняя, через тысячи лет они прошли эти сказки, они дошли до наших времен, да? И стало быть, что? Что-то тут у них есть такое. И я в конце концов стал ощущать. Что же главное в этих сказках? Главное, как я понимаю, страстное желание уйти, убежать. Машенька и три медведя, Машенька убегает, да? И главная вот эта вот идея там, Машенька и медведь, что? Надо что? Уйти, вернуться в деревню или нет? И она говорит, я же отпусти, я схожу, я вернусь. Нет, говорит, медведь. И она его обманывает. Правильно я говорю? А, сказка сама какая? Очень важно тут ее рассказать, как я думаю. Смотрите. Пошли девочки в лес по грибы, по ягоду. Правильно, да? Машенька отбилась, потеряла подружек, затерялась, дело к вечеру. Правильно рассказываю? Рассказывать правильно надо. И вот на опушке леса стоит избушка, да или нет? Смотрите, во многих русских сказках вот здесь, да, когда человек куда-то подходит к рубежу, есть опушка леса и на опушке стоит избушка. Но, это стандарт некоторый. Но избушки-то разные, чувствуете или нет? Чем различаются разные избушки в разных сказках? Вот Машенька подходит к избушке, что она делает? Она говорит избушке, избушка, повернись ко мне, передом, к лесу, задом. Нет. Понимаете? Нету этого. А что есть? Стоит избушка, что делает Машенька? Подходит, открывает. Чувствуете разницу? Вы понимаете, что большая разница? то молодцы были. Там не обязательно молодцы. А Василиса Премудрая подходит к избушке. А она так не говорила? Нет. А как она, как это не говорит? Интересный вопрос. Так вот, вы тот вариант читали, да. Так вот, что там? Вот, минуточку, да. Я думаю, что в том варианте, где речь идет именно о Василисе, да, вот, те сказки про лес и про избушку, там точно надо сказать вот эти слова. Любой человек, любой персонаж. Минуточку. А вот теперь про Машеньку Медведь. Она подходит, она входит в избушку, так или нет? И входит, в конце концов, медведь. Да? Угу. И что? Дальше что? Кто там, кто продолжит? Дальше что? Ну, пришел Медведь, и они что, встретились там дальше? Медведь не закричал, скажет, я тебя съем. Нет, 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 не закричал, нет. Будь хозяйка в доме. А? Будь хозяйка в доме. Будь что, не так, кормить меня. Это он так ей говорит? Ну да. Точно? Я так читала. Правильно, правильно. И наслед... Да. То есть она пришла, и она становится хозяйкой в доме. И на утро, когда они проснулись, он пошел по делам в лес, она осталась, он дом подняла, кашу сварила, да? Так, да? Щи сварила или нет? Да. сидит и ждет хозяина. Хозяин вернулся, и стали они так жить. Правильно? Нормально? Правильно или нет? Ну вот. Что я должен думать за этим? А за этим, оказывается, ничего сказочного я не вижу после этого момента. Ничего... Нет сказки. За всем этим я вижу в древности обряд священного брака. Поскольку в глубокой древности давно, многие тысячи лет назад, население, кто проживает в лесу, древние вот эти вот какие-то наши предки, наши предки, я скажу больше, от Западной Европы самой, от Франции и до Енисея, до сих пор, до Енисея сейчас, праздник медведя до сих пор у хантов, главный праздник в племен суши, может быть. Дело-то в чём? Дело в том, что кто хозяин древнейшего леса? Медведь. Что такое медведь в древнейшее время? Тотем. Первичное божество. Он хозяин. Он предок всех людей. Услышали? Что поэтому? Он предок всех нас. Медведь. И культ медведя распространен, я говорю, начиная от полиэлитических времён и до нашего 21 века. У разных народов. И алтари медвежьи, и вот эти вот какие-то медвежьи атрибуты, они фиксируются одинаково везде. Ну, например, в этих пещерах, слышали, да, вот это в Испании, в Франции пещеры. И там вот эти вот медвежьи алтари, медвежьи черепа и медвежьи вот эти вот лапы. Слышали куда-нибудь? Вот это есть. До сих пор есть. У археологов. Когда в 19 веке наши славянофилы православные пошли в русскую деревню, Святую Русь узнать наконец-то, и когда прибыли в наши лесные деревни, очень часто над избами, над дверьми, что было? Пребитыми они обнаружили. Лежи лапы. А это 19 век. Таким образом, что получается? Получается обыкновенная для древности история. И раз есть у нас вот этот вот тотем, наш первый предок, то определенное время года с песнями, с праздниками самую красивую девушку, самую умную, они что? Выдают замуж за кого? За медведя. Деваться ей что? Некуда. И она идет тоже радостная, вот медведь, то есть все, и все. Что в результате получалось? В результате что получалось? Медведя. Вы хотите сказать, джекоприношение? Нет. Есть такая замечательная сказка, которая называется Илашка, медвежье ушко. Илашка-то медвежь, это Илашка, ушко-то, почему медвежье? Потому что результат чего? Священного брака. Вот он как раз и богатыр, он и герой. Правильно говорю? Есть такая сказка? Есть такие сказки. Нормально? А не могло быть это как положение, что это был шаман? Нет. Нет. А как слово медведь переводится? Ведь там есть слово мед, 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 мед. Мед. Да, сейчас вы затронули другой вопрос. Я хотел говорить об этом в другое время, но дело-то в чем? Дело в том, что ну, понимаете, все это как-то разрез. Можно я в воскресенье расскажу? Специально, если это интересно. Про медведя. Или надо сейчас рассказать? Там еще колобок хочется узнать поподробнее. До колобка надо дойти, мы пока о животных говорим. Так вот, я о чем говорил? О медведе, да, все-таки, да? Да. Ну ладно, я тогда скажу, а потом повторю, уже будет в системе еще больше. Ну, дело-то в чем? Дело в том, что у меня тема-то очень главная, я к ней должен, в конце концов, подойти, пространство, да? Пространство-время. Славянский там у меня программки нет, но там очень интересно написано. Я в освещении того, что у кого есть программка? А может, подарите, Подарю. Я подарю. А колобок же это вообще у вас славяне были огнепоклонниками и солнцепоклонниками. Поэтому они прыгали через костер, и поэтому одно из главных божеств с этим проблема это кто? Бог огня Свараб. А дальше Бог вроде даже как Бог солнца и его сын. И поэтому важнейшие божества здесь у нас и уранцев, да, уранцев, персов, то есть, да, иранские племена. Это вот такие. То есть, у нас общее тут прошлое. Вот смотрите, что мне... Слушайте, да? Как меня? Это не я придумал. Тайна русской сказки. Двоеточие. Пространство и время древних славян. Это не ваше сказание? Не я придумал, да. Я бы так не сказал. Вы услышали, нет? Тайна русской сказки. Есть русская сказка. Пространство и время древних славян. Это не про нас. Понимаете? Там можно говорить и нужно говорить о прославянском мифе. Понимаете? А мы-то говорим не о мифе, а мы-то говорим о сказке, когда мифология уже что? Рассыпалась, и уже ее нет, эта мифология. Я понятно говорю теперь? Потому что уже давно, благодаря великому князю Владимиру, да, святому, что Руся стала православной. Понимаете, да? Не, ну, нашу же задачу понять, как раз, какие-то самые пространства и время. Ощутить. Вот тут вот лихо это сделали. Мне это... Ятро. Да, да. Лихо. Так я что хочу сказать-то? Что насчет медведей. И поэтому пространство тройное, понимаете? Мир, космос. Сначала на два делится, потом на три. В социуме давно, в древности, у племен делится натрие. Тоже слышали, да? И поэтому каждый народ имеет язык, свой язык, да? Какой-то отдельный. Чем народ прежде определяется? Языком. Но. Но. Но и в языке в каждом, так же, как это вот мировое древо, слышали, может быть, да? Вот оно как бы символизирует эту троичность мира. Небо, да? Что? Земля и что? Демонический низ. Крона, ветви, вершина, ствол и потом корни, внизу, под землей. Так и язык. Есть сакральный язык, есть профанный язык, мы профаны. По-гречески профаны, ахламоны. Это правда. У римлян есть замечательная такая очень короткая и резкая формула. Прокул профани, то есть тут непосвященным делать нечего, да? Пошли прочь, профаны, ахламоны. Вот. Ну ладно, тут уже никто не пилит. И поэтому что получается? Три языка. Есть язык сакральный, профанный какой? Искверный. Чем отличается? Вообще говоря, у каждого народа несколько языков. Есть язык священных слов. Сакральный язык. Это знают кто? Волхвы, жрецы, брахманы. И для непосвященных это что? Все закрыто. И почему? Не потому, что они... Разница-то в чем? Дело не в том, что элита. Вот что такое элита? Тут опять-таки интересный вопрос. Сейчас, Миночек, на самом деле это нет. Это нет. Совсем не забавно. Это серьезное такое пояснение тут может быть. Дело в том, что надо быть посвященным. Если ты выходишь на этот уровень, тебе рассказывают все больше и больше. Но если тебе не интересно, ну тогда ты прекрасный иметьник, кузнец, охотник, ну герой даже, да? Но ты другой человек. И поэтому одни люди, некоторые, владеют словом. И вот эти владеющие словом, они посвящены суть всего. Но эти люди, владеющие словом, они владеют истинным, скажем так, делом. Потому что, допустим, все вещи имеют, что? Имена. Но имена есть истинные, есть какие? Суррогатные. Имена заместителей. И непосвященным истинным именам знать нельзя. Владеть словом они не могут. И они, если... Ну, они будут врать. Врать, не лгать. Это по-русски русское слово врать хорошее. Врать, не лгать. А не он говорит, что попало. То есть, врать будем. Понимаете? Врет стрекорба. То есть, правда, неправда, ложь, им вообще без разницы. Врут и врут. Все. Это хаос. Самое злобное преступление против богов всегда что? Это снова нарушение божественного миропорядка. Это опять впадение в хаос. И хоть как немножко ты обращаешься все вспять, это самое, ну как, сакральное преступление, это смертная казнь, как минимум, всегда. Святотатство. Это всегда очень плохо. Лучше не надо. И поэтому, что опять-таки, вот это вот истинное слово говорения, истинное слово говорения, то есть, ничего нельзя искажать. Особенно нельзя искажать, конечно, имена самые сакральные, имена богов. Но если зайти вперед, может быть, у каждого народа так, к слову сказать, что раз это я говорил, у нас что-то там, громадное число слов, а поинтересуйтесь, интересно. Если хоть как-то заинтересуетесь после моих слов. У нас же большинство, подавляющее большинство сакральных слов в русском языке, не русские, не славянские, а иранского происхождения. Вы слышали такую вещь? Взаимовлияние, диалог культуры все-таки. Другое дело, как историка, мне всегда интересовало, где же они так столкнулись, славяне, да, это вообще славяне, да, с иранским миром, чтобы так сильно оказали иранцы влияние когда-то. А было страшно давно, как это время опять. Видите, это все большая древность. И язык, язык, это очень точная вещь сейчас, лингвистика, очень точная дисциплина. Она очень правильные вещи говорит, пренебрегать ей нельзя. А те, те сейчас, которые сочиняют многое про славян, да, тут мне очень грустно все это, потому что обратитесь к истории языка. Так вот про медведя. Медведь, тотем, главное божество, стало быть, что? Во-первых, страшно. Вошел в лес и кричишь, медведь, медведь, он же тебя задерет, это же правильно. Ты пришел, ты его тревожишь, ну как ты можешь это делать? Хотя это очень плохо кончится. Поэтому в 19 веке в лес заходя, медведь предпочитали не говорить. А что говорили? Топтыгин, Михаил Иванович. Правильно, Света? Одна? Юрий Николаевич, так само слово медведь, оно же по всей сути тоже, да. Заместитель. Фуррагат, да. То есть не то, что слово медведь запрещает говорить, оно само это не будет. Вот это интересно. Сейчас будет интересно. Я надеюсь, сейчас будет интересно. Поскольку, поскольку с детских лет, буквально шучу, но с 21 года, как поступил в университет, я подружился с лингвистами, будучи историками, и до сих пор дружу, я очень много с лингвистами первоклассными общался. Много у меня дочь старшая, она лингвист, очень хорошая, и до европейской этимологией занималась. Так что я даже отчасти этот вопрос не рассматривал. Так вот, насчет медведя. Медведь, медведущий, стало быть, что? До этого было что-то другое, да, вот тогда, когда? Теперь для вас говорю, любопытно следующее. В русском языке все слова есть. И профанно, и сакрально, они все есть. И вы их знаете. Только зная, вы что? Не знаете. Ну, например, вот если не медведь, то какое слово там было? Имя медведя? А? Берн. Да, почему Берн? Берлога. Логово. Чье логово? Ну, медвежье логово, берлога. Медвежье логово или нет? Нет, не медведя, берлога. А берлога это чье слово? Русское? Громче. Немецкое. Какое? Английское. А почему? Нет, нет, не совсем. Нет, германское. Потому что английский отчасти это язык какой? Германский. По происхождению. Понятное дело. А? Нет, нет, нет. Вы хотите сказать, что романские языки там тоже Берн? Тоже Берн? В итальянском тоже Берн? Германский. Я говорю... Ну, а там изменилось, скажем, подойдет. Во всяком случае, была древность, когда славяне жили еще и рядом с германскими племенами. Тут большая проблема. Раньше думали, что вообще была общность славяна, германа-балтославянская. Потом как бы от нее отошли, да, и осталось только балтославянск. Челлирийцев потом думали. Но во всяком случае, балтославянская обществ, которая когда-то сравнительно недавно разделилась. То есть вот это все с историей, конечно, связано. Так вот, насчет Бера. И вот моя дочь, умная, да, Берн, думала и говорит, Берн, А там в Берре вообще главные звуки-то какие? Брр. Но это так. Брр. А Брр сразу вот она ходила, ходила, проконсультировалась даже у кого следует. Говорит, ну тогда очевидно это тоже неистинный. Это тоже заместитель. Потому что Бр, скорее всего, Браун. Что значит Браун? Коричневый. Коричневый. Или Бурый. И это тоже заместитель. Понимаете, какая штука? И опять-таки, когда получается, понимаете, какая штука? А там за этим, минуточку. Понимаете, да? Уехали в древность, чувствуете или нет? И в сказке всё это есть. Если в сказку внимательно смотреть, минуточку. И всё это при этом всём притом. Это всё профанное знание. Я понятно говорю? Потому что лингвисты это тоже профанное. Потому что ничего сакрального здесь близко нет. И мы ещё к смыслам вообще что? Не подходим тогда. Правильно говорю? Сколько у вас было? Не знаю. Ну, пока нет. Если вы его сидите, я пока ещё поговорю. Так вот. Дальше. Я надеюсь. Ну, вопросы есть ещё? С медведем. Тогда моя дочь стала дальше думать. Интересная сказка. И что же у неё потом получилось? И она выдвинула гипотезу. Что такое гипотеза? Чем отверстие отличается? Гипотеза это что-то уже что? Проверенное. Проверенное. Есть какие-то подтверждения. То, что называется верификация. И вот она выдвинула. Но этого я говорить не буду. Вот на этом на ком. На брауне, да? На буром. Тут мы можем остановиться. Но это ещё, понимаете, это ещё не всё. Это ещё не всё. А насчёт того снова хотел бы связать. Теперь одна из главных у моих людей, да? Всё время. Всё должно быть как-то связано. Всё, что говорится, надо каким-то образом держать в голове. Потому что это всё где-то у меня пересекается. Вы, может, этого не замечаете, но это есть. А вот эти вот связи какие-то надо стараться улавливать. Когда общаетесь с кем-то. Особенно вот по таким сложным вопросам. Помните, я говорил, что на самом деле, если обратить внимание на культ медвежий, культ, алтарь, да? Вот эти медвежьи черепа, так? Вот эти вот какие-то артефакты, то есть предметы, которые сопровождают этот культ. Услышали, да? Вы понимаете, какая древность? И она же общая. Я же только что говорил. Общеевропейский характер. Общеевразийский характер. Практически весь север Евразии, да? Божеством, вернее, ну, тотем, верховно, имели медведя. Да? Не просто со времён, а многие-многие тысячи лет язычества. Многие тысячи лет. И за это время, конечно, вот эти вот слова-заместители, они как бы появляются, они вот тут вот существуют. Что-нибудь новое говорю? Ну, тут же культ, получается, ну, медведи сформировался, ну, я предполагаю, благодаря тому, что, то есть, ну, это самый сильный, так сказать, обитатель леса, и там... Да, да, нет. Да и нет? Да. Медведь действительно. Я спросил, кто хозяин древнейшего русского леса? Медведь. Однозначно. Всегда ли самый сильный зверь тотемный? Нет. Тотемный животный? Нет. А как же тогда, когда вороны? Когда бобры, например? Понимаете? И это же тоже есть. Да, да, да. А? Громче. Змеи-пчелы, наверное. Змеи-пчелы, наверное. Я почему-то, что я с точки зрения русской сказки не встречался, чтобы пчелка была... А вы сказали, что необязательно, то есть, ну, самый сильный тотем. То есть, как вообще определить силу? На счет там. Ну, да, я понимаю, нет, я понимаю, но если брать в целом мир тайги, с северо-восток Евразии, почти весь, во всяком случае, до Енисея точно, да? То это медведь, и он доминирует. А если взять опять славянский, вот этот вот наш, да, мир древний, то кто после медведя вторым будет, очевидно? Волк. И меня волк в этом плане в детстве очень сильно, как поразил, волк меня поразил. Знаете, есть знаменитая картина Воснецова. Иван-Царевич, да, на сером волке, но не один. Еще и девушка у него такая. Я представил, я, ну, я волка видел, да, в детстве. Волка видел, я представил, да, Иван-Царевич сел на волка, тут еще этого посадил красотку, да, бедный волк, что с ним будет-то? А он, этот волк, еще над морями, над лесами, да, летит, да? Ну, понятно, что это не просто волк. Это как раз и есть тотем, понимаете, вот. А? Очевидно. А? Похоже на то? Это тотем. И отсюда, я еще хотел бы сказать, был такой момент, наверное, его тоже надо сказать. А в конце концов, к чему это приводит? Это приводит к тому, что появляется у нас, в нашем мире, реально в нашем мире, полу-люди, полу-кто? Полу-звери. В конце концов, это ведь оборотничество. И сейчас хочу сказать, тоже интересная вещь, поинтересуйтесь. Был такой писатель французский, замечательный, правда, Проспер Меремен. Он написал рассказ такой замечательный, вот, на мою тему, о которой я сейчас говорю. Рассказ называется Локис. Локис – это медведь, литовский язык. А литовский язык – это точно один из самых древнейших индоевропейских, да, сохранивший очень много общей индоевропейской архаики, чудовища, даже еще с хедским языком параллели есть. Что вообще трудно как-то представить мне, но это так. И вообще поляки сделали по этому рассказу фильм хороший был, где-то в конце 70-х годов, правда хороший фильм. Там очень интересно то, о чем я говорю, да, о том, что в конце концов там и получается брак уже в 19-м веке между вот этим тотемным медведем литовским и прекрасной современной женщиной, молодой там, середины 19-го века. Нормально? То есть вот время, пространство времени сейчас, как некогда удерживает себя в этом пространстве, хотя уже 19-й век, хотя уже не славяне, хотя уже кто у нас? Мереме, да, и хотя на литовской, польской, ну, польско-литовской единстве, некоторые почвы, а практически мы видим продолжение, продление вот этого всего рассказа. Теперь другой момент. Как и когда это все заканчивается? То есть я подвожу итог. Итак, если мы берем древнейшие сказки, это сказки о животных, да? Это какие животные? Животные по преимуществу лесные или нет? Я их даже назвал. А какие еще больше, чаще всего? Животные какие? Домашние и какие? И дикие. Поначалу только дикие. И очень долго. Поначалу даже я не знаю. Вот, например, кто-нибудь сказку помнит? Это надо сказки знать, вообще-то говоря, чтобы меня слушать. Поначалу-то как? Деревня вообще в сказках есть или просто изба? И сразу из избы идут. Я понятно говорю? Деревня сразу появляется? Нет, нет, нет. Точно? Сначала уже лес, потом уже изба. Нет, 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 нет. Вот все-таки сказка начинается с того всегда, что девочка Маша идет из избы, идет. Понятие позиции главное, да? Изба, человек, лес. Нет, она просто идет из своего пространства. Ну там нет, я иду из своего пространства. Откуда она идет? Ну из избы, дом. Подружки, да, вот откуда подружки? Знаете, если родовой строй, то это большие такие семьи, да, и большой дом. Понимаете, да? Правильно говорю? Если. А я говорю, поймите, что за всем этим очень большая древность. И избу как избу или как дом. Представлять себе, что там небольшая маленькая семья живет уже неправильно. Это тоже понятно говорю? Но это уже немножко из этнографии, наверное, да? Это большая семья. То есть сначала семья, она же очень большая. И они все живут вместе. И очевидно, оттуда-то идет и подружки, там двоюродные и троюродные, но все вместе живут. Нормально? Очевидно. Я не обязан говорить вам правду. Я рассказываю сказки. Я не обязан придерживаться какого-то варианта. Их много. Вариантов колобка много. Кому они принадлежат? А кому они принадлежат? Вот мне ответили. А должны были что сказать? Ну, во-первых, должны были сослаться на Владимира Ивановича Даля и Афанасия. Афанасия Александра Николаевича. Наверное. А потом уже интерпретаторы и там украшатели художественные. После здесь. Ну да, специально. Мы знаем Ушинского и Толстого больше, чем Афанасия Николаевича. Что говорите? Я бы специально. Мы знаем Ушинского и Толстого лучше, чем Афанасия Николаевича. Так вот нельзя. Вот опять. Хорошо сказано. Хорошо сказано. Отлично сказано. Понимаете, если читать Афанасиева, но только не детям. Нечитаемо для детей. И поэтому сказки не для детей. Понимаете? Да? Правильно, да? Сказки... Но сказки взрослым рассказывают. Нет, 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 нет. Сказки рассказывают совсем. Но. И детям. Нет, но. Но сказки разные. То есть я же не о сказке теперь говорю на самом деле. Я говорю о мифе. И когда дети приходят, рассказывают нечто. То, что им необходимо и возможно. Потому что кое-что вообще только избранным самым. Понимаете? Тут есть всегда иерархия. И те, которые подвигаются, кому интересно, которые вдруг проникаются этим, они и отдельно где-то посвящаются. И, например, вот этому, очевидно, вот этому посвящена замечательная сказка Василиса Премудрая. Есть такая, да, сказка? Очевидно, вот об этом она. Высшая школа, конечно, уже была высшая школа. Вот в этой сказке показана высшая школа русской сказки. Ага, я этого не говорил. Ну, сказки как бы разделять же на статусность, да? Сказки были статусными? Не понял. Ну, то есть сказки, например, которые в разгонках вот рассказывали сильно, но какие-то все равно были, например, ориентированы на женщин. Нет, 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 сказок не было тогда. Это была мифологическая система. Насчет женщин. Ну да, женщинам... Ну, были специальные мужские дома, да? Когда был переходный период инициации, когда посвящали возрастную жизнь воинскую, вот им там что-то говорили, в том числе и про женщин, что женщинам знать не полагалось. При этом, ну, есть, например, такой замечательный сказочник русский. Его зовут Владимир Яковлевич Пропп. И вот у Пропп прямо об этом написано. И в том числе, это не только у славян, это везде. Это и в Африке, это и везде это все было. И у германцев, если уже брать, совершенно близко. Но в этих домах, и вот прежде всего, в европейских и в русских домах, как правило, в этих домах жили девушки. Причем сами приходили некоторые, некоторые приводили. И они слышали, даже в том числе, то, что вообще женщинам не полагалось слушать. Но это отдельный разговор. Ну, Пропп написано. Но это да. Но я могу сказать больше. В древности в языке народа существовало два языка особых. Мужской язык – женский. Слышали? Женщины должны были знать мужской язык, но говорить на нем не имели права. Они говорили на своем языке. Не слышали? Мы ждем продолжения. Вам интересно? Да. Откуда узнали? Сказать? В 19 веке открыли древнюю шумерскую цивилизацию. Обнаружили тексты. Миллион текстов. Больше тысяч, десять там, больше ста тысяч перевели. Безумно много еще не переведено. И уже стали понимать, уже стали уверенно читать. И вдруг, ну, непонятно. Видно, что шумерский язык однозначно. Ну, непонятно. В чем дело? Пришлось еще более глубоко расшифровать, оказывается, отдельный язык женский. Не все то, что есть в мужском мире, да, должно присутствовать в женском. Не должно. Женщина должна знать свое место. Ну, ладно. Тогда надо сказать. Я... Видите, что я делаю? Я тогда... Ну, надо и здесь, опять же, тогда довести до логического конца. Я стараюсь это делать, как с медведем. Если уж затрагивают какой-то сюжет маленький, могу и здесь сказать. Видите, какая штука? Если взять опять мифологические системы, то там очень сильная позиция какая? Свет-тьма. Да? Допустим, вверх-вниз. Так или нет? Истина-ложь. Чем отличается мужчина издревле и до наших дней от женщины прежде всего? Самое главное отличие мужчины. Мужчинам обращаюсь. Чем вы должны, но не отличаетесь от женщин прежде всего? Общаться с предправительной средой? Женщины лучше нас делают. Честностью. Громче. Честностью. Честностью. Хорошая идея. Громче. Громче. Эмоциональность. Он ведущий должен быть. Итак, я говорю так, минуточку. Истина в другом. Вот я не обязан говорить правду. Но сейчас не правду скажу, сейчас истину скажу. Истину скажу. Светлым разумом. Светлым разумом. Говорят, ученые говорят, ну профаны, что с них взять. Что женщины в целом умнее мужчин. И я не спорю. Понятно говорю, да? Умнее мужчин. Но у них очень большую роль в их жизни, в их действиях играет эмоциональная сфера. Она может очень правильно все решить. А потом из-за ерунды взорвется эмоция и сделает. А потом думала, вообще зачем на белый свет рождалась. А мужчина, он уже тем более туповатый, но он же тупой. Он же делает прямой, тупой. И в общем-то реже ошибается. Обычно я поясняю совершенно профанным образом. Если мужик тупо идет за пивом, он именно пиво покупает. А если женщина идет за хлебом, никто не знает, что накупит. Я правильно говорю? Правильно. Итак, вот элементарно. Женщины, снова поясняю, отличия женщин, сразу свели на профанный уровень. А я-то говорил про светлый разум. Поэтому Китай. Да? Что? Иньян, да? Да? Мужское, светлое, небесное, разумное начало. И женское. Темное, сумрачное, смутное или нет? Лунное. Лунное, земное. Земное. Это первое. Так, да? И так в Древней Греции, понимаете? Возьмите Зевс, да, и возьмите женщину. Вот это вот. Земля. Хтоническое начало. Это же ужас. Она же земля. Главное женское божество русское какое? Славянское. Мацара земля. То же самое и Греция. А она же... А возьмите Тиамат, вот это вот древнейшее, да, вот это божество, это вот, Ближнего Востока, Дворечья, Тиамат. Они же всегда вот эти вот женские, вот эти вот, Кибела. Ну и потом, потом уже в Малой Азии Кибела. Они же страшные, они же порождают чудовища. Это правда. И поэтому, понимаете, да? И поэтому у Селькупов, однажды я вычитал, в Селькуповском мифе такая замечательная мысль общемирового значения. Когда небо молчит, раздается шепот земли. Не дай нам Бог услышать шепот земли. Сон разума рождает чудовище. Ну как мужчины? Голубоко. А? Голубоко. Мужчинам легче, нам страшно. А женщинам самое страшное должно быть то, что они перестали в мужчинах воспитывать мужчин. Потому что женщины воспитывают мужчин. А вот это большая беда, русская беда сейчас. Вот громадная русская беда. Не в свое дело они уехали. Может быть не по своей воле, но это не освобождает от ответственности. А? Ну это не освобождает от ответственности. Можно еще такой вопрос? Я правильно понимаю то, что мифы, как они зарождались, создавались как эгрегоры. А сказки это уже не сами эгрегоры? Понимаете какая штука? Тут все-таки очень сложнее. Сказки можно на такой вопрос облегчить? Сказки можно вас обнимать как эгрегоры? Потому что с мифами то там понятно. Для профанов поясните, что вы поднимаете под словом эгрегор? Потому что и оккультные есть, и разные, и научные. Эгрегоры это получается система, надсистема, которая подпитывается извне и формирует коллективное сознание. То есть вы пока в нее верят, она формируется. То есть если в нее никто не верит, то это вымерший эгрегор, то есть назовем так. Доступно, нет? Объясню. Да, да, да. А я думаю, я понимаю. Я понимаю. Хорошо, спасибо, что я понимаю. Видите, в чем дело? Тут я сказал, да, уже, тут сложнее, почему? Вопрос вот какой. Коренной вопрос, когда в таких случаях я задавал студентам, да, а именно время и способ существования мира. А он, понимаете, никуда не уходит. И натолкнул меня на это, опять же могу говорить, что вот как меня натолкнул. Я читал когда-то, мне повезло, студентом был в 70-м году, и мне, ну, задешево продали книжку Осипа про мифологию, античную мифологию. 58-57-го года издания. И я стал читать, и я увидел, он показывает, Осип, как этот живой миф эллинский второго тысячелетия. Он потом как бы убивается Локосом, да, от мифа к Локосу, убивается художественным творчеством, убивается трагедией, потому что это, ну, чисто художественное творчество, убивается наукой, философией. И я стал думать, и я не согласился с Осипом. Это вообще безумие было, потому что Осип, конечно, авторитет мощный, и я, и тем более, у меня уже все, я безусловно с ним не согласен. Но он фактами оперировал? Аргументы. Это аргумент. Аргументы бывают разные, слабые, сильные, понимаете? И один и тот же аргумент становится слабее, понимаете, усиливается. Это разно бывает, но я с ним категорически не согласен. Не подтверждается то, что он сказал, миф выжил. Я даже больше скажу. В конце концов, его жена, Аза Алибека Натахагоди, она написала прекрасно блестящую статью, где показала, что этот вид потом был очень сильно переинтерпретирован, но миф как миф. Платону. То есть, понимаете, какая штука. Ну и потом, если хотите, опять же могу сказать, заезжай вперед. Есть такая замечательная книга Лосева «Диалектика мифа». Замечательная книга, да. Она может быть очень сложная где-то, но даже читая, немного читая, это точно будет впечатление производиться. Это вот я на него бы сослался, про диалектику мифа и про миф. Я бы так дал определение, очевидно, насчет мифа. Миф – это, сколь возможно, точное представление о мире. Миф – это что? Тогда я вам скажу, да, вот миф, русский миф XIX века – это что? Вот. Хороший вопрос. А что является миф XX века Запада? Вот. А? Кока-Кола. Запад, Запад, большой Запад. Миф XX века для Запада. Но я могу сказать, миф XX века для Запада – это естество знаний. Это физика, в конце концов. Вот здесь, сколь возможно, точное представление о мире. И мы знаем, что они же сами, эти естественные воспитатели, осознались, в конце концов, что отношения к истине они не имеют. Сакральное знание имеет отношение к истине. А наука нет. Нормально? Сознался. А? Я об этом прочитаю. Громче. Я об этом прочитаю, может. Кто сознался с таким? Сейчас скажу. Во-первых, я сошлюсь сейчас опять же, Алексей Федорович Лосев, где он говорит об этом уже. Это 29-й год она была опубликована, книжечка. А потом был такой замечательный философ, такой замечательный философ, постпозитивист. Зали его полфирамиды. Полфирамиды. И вот у него... Главной его идеей была. Методологический анархизм. И он в своих статьях обосновывал позицию, что принципиальной разницы, принципиальной разницы между мифом и наукой нет. А я вижу, что разница есть, тем не менее. То есть это в 20-м веке достаточно актуально стало. Конец, вторая половина 20-х. Понимаете, о чем я говорю? С разных сторон я показываю вам векторы, показать. Вот все ведет к этому. Ну ладно, давайте все-таки позанаве свернемся к чему? К сказкам. Как кончается? Можно, вот вы про Минифы вот сказали, вопрос был направлен на сказки. Сказки они формируют коллективное, ну то есть вот сознание, познание определенное. Потому что как вот вы... Да, я понимаю. Вы выразили то, что сказки это осколки. Да, 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 да. Да, формируют. Исключительно сильно. Исключительно сильно. Больше того. Чьи сказки слушают, читают дети, гражданами той страны становятся. Если брать русскую историю, в 20-м веке так получилось. Главную роль в сохранении русской культуры сыграли именно сказки, даже не религия, потому что из-за большевиков православие было сильнейшим образом подорвано. И тогда вот эти главные русские культуры, смыслы, да, вот эти вот, ну как скажем... Закодированы были? Да, вот это, да, они были перекодированы в русских советских мультфильмах, прежде всего, очевидно. Так, да? И в советских же фильмах-сказках. И как только перекрыли вот этот вот доступ, да, уже в 30-е годы, в 30-е годы, понимаете, вдруг появляется этот феномен мультфильмов, и уже тогда появляется феномен русских сказочных фильмов. А те, что такое культура прежде, в чем них? Это какие-то базовые ценности, система ценностей. И мы же видим, что вообще, говоря, эти ценности воспроизводятся. Воспроизводят ценности русских сказок 19-го века. Ушинского, Толстого, Оксакова, то есть славянофийских. Нормально? Объясняю? Да. Ну вот, а когда заканчивается, чтобы перейти? Дело-то в чем? Что у нас два леса, две избы в русских сказках. И животные в них разные. Вы скажете, Юрий Николаевич, ну не может же быть те же самые волки-медведи? Да не те же самые. А в чем разница? Если в русских древнейших сказках медведи, волки, лисы, они кто? Они боги. У них могущество, превышающее всякого. Силу, волю, могущество человека. Он полностью подчинен медведю, тотему, человеку. А потом вдруг оказывается, что они, ну, просто животные. Если берем в сказки волшебного периода, и когда наш герой попадает в лес, Иван Царевич, например, и идет с луком, да, со стрелами, да? И он голоден, он хочет поохотиться. И навстречу ему выходит, ну, например, медведь. Медведь тоже выходит. И он тогда натягивает тетиву, и медведь ему говорит человеческим голосом. Это важный момент, прошу обратить внимание. Они еще говорят на одном языке. Был, кстати, замечательный человек, украинец, это звали Иван Франко. А замечательный он для меня чем? Когда я задумался, деталь, казалось бы, а я уже задумался, чем замечательный. Он издал сборник в его перевложении наших каких-то русских славянских сказок. Иван Франко. А книгу назвал замечательный сборник, я его читал несколько раз в детстве. Книга, как называлось, «Когда звери еще говорили». То есть вот эти древнейшие сказки, тот период, когда человеку внятен был еще язык природы, язык животных. Тоже понятно, да? Взаимопонимание было с природным миром. И вот медведь, не стреляй в меня, я тебе пригожусь. И разница в чем принципиальная. В сказках о животных человек служит медведю. Даже лучшую красавицу замуж за него отдают. Для чего красавицу отдают? Чтоб она родила кого? Героя, богатыря, медвежья мушка. Понимаете, какая штука? Нравится? Локис, в мире моем. 19-й век. Нет, нет, не то, что он в 19-м веке, а сюжет происходит в 19-м веке. Священный, якобы, брак такой. Так вот. А тут медведь служит что? Человеку. И волк служит. Вера и правда. И волк. Вот этот вот, громадный. Понимаете? Вот что чудесно-то. Казалось бы, он и до сих пор сильнее человека. Ничего подобного. При всех своих возможностях человек уже что? Сильнее волка. Объясню. Но стало быть, они, вот эти звери, как вот эти вот первые, да? Обогатворяемые, что ли, да? Существа. Они замещаются другими. Гораздо более что? Сильными и важными. Когда в сказках мы замечаем разрыв? А у нас нет других сказок. Во всех наших сказках о зверях, как я понимаю, да? Уже разрыв намечен. Потому что вот сказка «Машенька и медведь», «Три медведя», ну все эти вот сказки, где звери, уже человек уходит из-под власти, понимаете? Ее Машенька вроде как и отводит, да, к нему, но она уже может уйти. И он вроде не отпускает, но она все равно уходит. То есть со временем что происходит? Ну происходит, ну когда утрачивается сильно такая вера, когда подрывается, то уже как бы обман. Вроде мы еще отдаем тебя замуж, да? Но ты возвращаешься. Понятно, да? В замещении. То есть он еще силен, лес, да, но... Но уже человек хитрее, понимаете? Уже обдурить может пропанно. Пример. Мужик и медведь сказка, знаете? Вершки и корешки. Вот медведь выходит и говорит, вот мужик, отдай. А что тебе отдать? Мужик не может не отдать. Ну, обдурит. А когда медведь на следующий год приходит, а, ты меня больше не обманешь, а он снова обманул? И медведь что понял по русской сказке замечательно? Что лучше с человеком что? Дело не иметь, не связываться. Все равно проиграешь. Вот он вот разум. А? Игры разум. Интересно было? Да. А? Да. Древний славянский миф-то, наконец, какой-нибудь пример скажите. Воскресенье. А про фальсификацию истории в рамках вот как раз-таки славянских мифов сможешь ли вы вот как-то это все подчеркнуть? Воскресенье. Особенно. Ну, воскресенье, я не знаю, когда еще. А кто-то мне обещал программку. А вот программку вы же взяли, да. Это на все дни, надеюсь. Воскресенье. Вот я с добрым утром. А, нет, добрым молодцем урок. Почему? Сейчас. А, ну вот. Ну вот, ну вот. Ну тогда мне сказали, будет два часа. А сегодня все, да, получается? А сегодня все. Можно программку сфотую и вам сразу ее верну? Спасибо. Продолжение следует...